приветствую вас на моем канале решил снять ролик так скажем небольшой фильм один день из жизни лесоводщика на протяжении всего рейса буду снимать какие-то определенные моменты трудности ситуации все увидите посмотрите комментируйте оценивайте приятного просмотра позвонил напарник идем за машиной колесико одно у него сейчас сделаем колесо поедем сегодня 30 апреля сейчас ночь в общем идем подошли к базе почти сейчас будем через кпп проходить коронавирус маски надевать снимать не буду смысле взорвался до камах на лето не вариант делали мы колесико отмечаемся у механика путевку получили уезжаем два часа 3 дождик что ли собирается подкапывать так-то надо все здорово пыли до хрена дышать лечь все отметились механика конец месяца машинки на ремонт заезжали вот эти вообще капиталец рама подрамник короче чё только нет кто-то сотру весело дождина начинается конкретно давно не было в лесу бы самое главное не было нам считать 200 километров пилить там после сотого глина начинается самая беда как есть дорога пылища стоит решать невозможно это говорю уже сами посмотрите все увидите все сейчас через кп направо и туда у нас в лес дорога идет снимать не буду так все ящики открыли показали поехали что есть сейчас в таком вальсе 200 километров дальше что-нибудь от сниму интересно не на шутку сутрю разошелся разошелся вот писал новое число на работу заехал 21 я приехал 30 апреля сейчас прольет слава богу 10 километров от поста отъехали еще один пост до сих пор не я не понимаю зачем он что-то видать с лесниками связанное все так неудобно расположен зимой наоборот сюда в подъем груженный надо выходить давай беги ёпта тормозятся на курица там немного надо смотреть свет включать потому что эту веревку он кидает в руках держит как-то случай был рассказывали в общем он так же в руках веревку мужик держал проблема то не в том даже то что веревку держал проблема в том что у него на прицепе у мужика колесо клинануло и веревку соответственно за собой потянуло а мужику она за ногу вцепилась ну охранник все хорошо он смотрел вот увидел становился так бы протащил бы его по дорожке сейчас у меня седьмой рейс получается в этом месяце конец месяца мало в этом рейсе ой в этом месяце навозил план не сделал в том месяце собственно хорошо поработал у нас вахта двадцать десять двадцать работаем десять отвлекаем ну а его еще можно соответственно на чужую машину на подработке оставаться а это не всегда бывает это машина занят ну и как-то на чужую машину не особо кто-то подсаживался неизвестно что с ней да и неизвестно что ты с ней сделаешь в общем седьмой рейс по двести километров катались в начале месяца творится сделал успел по зимнику там еще дорога держалась в этом году снег махом расставил я считаю 30 апреля вот я снимал в том году я выезжал получается с леса там еще снег стоял ну вот лучше ролик будет что происходило ну какая дорога была сейчас вообще и снежинки все растаяло только снег это море было какие дела по месяца 12 лет я сделал за 20 дней это в принципе прилично планом на 125 тысяч кубокилометров там и расстояния были под 300 даже километров 280 возили ну и соответственно не так плелись уже как сейчас прям не был зимник стоял что же вот дорогу переделали немножко раньше направо уходить там через мостик переезжали речка тоже мостик там вон только ярдык уже выходил ну кто-то вдалеке едет там подъем спускает согруженный наверно вон сейчас ночь не видно Тоже отходство проезжали, 10 км еще приехали, на парни ехал двух медведей, генал, все, мешки просыпаются, на посту я в этом году придел, аккуратно выходите, а то, не дай бог, покушает вас чутка. Ну и колеса это сейчас опасно делать, так и мой раз из машины стремновато выйти, но днем-то ладно, смотрелся, ночью-то не видно, отдыхает, спит, не наша машина, наемная, мы-то на организацию возим, машиноорганизация, те части тоже на нас работают. Груженый какой-то ехать, тоже обоход наемник. подъемчик, остановимся, пропустим его. Все, вот, у нас принято свет выключать. Просто тут еще хреновастенький такой подъем. Ну, как бы дорогу знаю. Справа такая ямка нехорошая, пускай едет. здесь какие-то частники работают, вообще на КАМАЗах вывозят все. КАМАЗы, Уралы. Какие-то древние древние. Ну, да, делянки как-то прописывают, не знаю, как они там что-то решают. Это их проблемы. Дорожка чуть-чуть поменялась. Тут она более аккредированная. Слушаю, туман. Стоит разгляд. Выходит. Большой туман. Зиня, наверное. Сейчас это, прилягу посплю чуть-чуть. Наверное, с часик. Торопиться нам все равно сейчас некуда. Пересменка у нас, напарник домой поедет. Ну, по трое мы работаем. Получается, каждые по десять дней. Вот. Так что, напарник только. К восьми. Завтра будет. Ну, считай, через сутки. Сейчас еще четыре часа. Так что, торопиться некуда. Погода тоже там неизвестно, что дальше в лесу. Сейчас это еще пока нормально. А там. За сотом глина начинается после несуда четырнадцатого километра. Там у нас семьдесятый. 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 Ма-ма-м. Что-то много сегодня отдыхающих. Более, сюда даже заехали, я хотел сюда сам заехать. Вот, справа встанем. Ну, спальников тачки у нас нету, подушку кинем, на часик мильничек заведем, а дальше поедем под перстнем еще. Ладно, все, положимся. В общем, мы пробудились, поспали, чуть больше запланировано. Короче, когда остановились, машина-то в салоне все уже было. То есть, наверное, уйду этот. Фильтр надо постучать в салон, скорее всего, закрытый здесь. Я его недавно, в принципе, пробивал. Ну, давай еще пробьем. Проверим. Проверим. Все пробуем. Заслонки открыты вчера были, долетело, так и там и на закрытых обычно ездят. Вот так как дождь был вчера, точнее сегодня ночью пришлось открыть, чтобы не заботевало. Хотя вот фильтр, когда пробивал, в рейсе 4 мы ездили. Трал, деревню повез бульдозера, поломался видать. Ладно, что поедем. За дверь я выгнан в ночь, но выйти вон и сам не прочь. Ты без меня хоть застрелись, все решат, что это твой каприз. Повтори его на лист. Да я уйду, не плевать. Ты знаешь, где меня искать? В квартале праздник фонарей. Я смогу тебя забыть быстрей, это дело двух ночей. Но хватит брать и все время хитрить. Здесь все за деньги не сложно купить. Какая грязь, какая власть. И как приятно в эту грязь упасть. Послать чертям манеры и контроль. Сорвать все маски или просто с собой. Вокруг живой товар. В сердцах мороз, в глазах пожар. Я выбрал ту, что выше всех. Мой маневр имел большой успех. В доме складостных утех. Она молчит, она не пьет. Не терепит, не пристает. Она послушна и умна. Все умеет, что умеет. Даже на счет оплачет ночь полна. Но хватит брать и все время хитрить. Здесь все за деньги не сложно купить. Какая грязь, какая власть. И как приятно в эту грязь упасть. Послать чертям манеры и контроль. Сорвать все маски или просто с собой. И не стоять за ценой. Вот, собственно, начинается. Собрались дороги по мокрой обедлине. Тут еще нормально. Прямые ВК. Да и мы пустые, груженые. Потяжелее пойдем. Если вообще выберемся оттуда. В такую погоду. То есть там подъемчики есть. Пастырь снести можно. Глина хуже гололеда. Куда тебя понесет, когда не знаешь. Хорошо, пока дождик еще идет. Какой-никакой он есть. Глина мокрая. Как только солнышко выйдет, подсыхать она начнет. Она будет забивать протектор, налипать. Пускай. Ну и, короче, будет не очень хорошо. Машина стоит куда хуже. Управляем. Сейчас пока оно ведь нормально идет. Как-то так. Что лучше в дождь поглинивой дараться. Лучше вообще не ездить по ней. Хе-хе-хе. Вон там вдалеке. Он вдалеке груженый едет. Сейчас подниматься сюда будет. Мы пропускаем. Блина. Дорога узкая. На левую сторону дороги встали. Потому что там наклон направо. Пасовать будет, мало ли потащит. Чуть боком ставят. Просто буксовка идет. Здесь уже нормально пошел. Третья. Третья. Звучит. Звучит. Повторяй. Смех. спокойно дай бог тоже оттуда выбраться аналог дать с гору раз он вышел нормально здесь вот и рот скрупцовка, сейчас погодим передирает там сухо, значит тоже выйдет блокировки у нас вот здесь включаются понижайка, даже севает и подобное колесики делаем че он делает колесо надел вот она МФС гора скамейка в гору шла, не вытянула, перекрыла сейчас пойдем поближе посмотрим тут скиллер все есть че вы включите, сейчас может ее может вытащим ее надо скидали есть будет замечательно просто она в таком положении что ее ни туда ни сюда она боком стоит сейчас пытаемся пойдем сейчас глянем так, все переобулись пойдем поглядим так, все переобулись пойдем поглядим скидер такой у нас есть да ни хрена провалилась но это тут тоже по сухому подбуксовывал не то что сейчас не то что сейчас такая вот херня блин до последнего тянем и ямы не делаем эти все сейчас будем пробовать так-то тут и бульдозер неподалеку стоит еще где-то скидер мощь просто подбуксовывал на эту тягу подбуксовывал чуть-чуть шесть прицеп прошел там ага а вот он издал да прицеп отцепляю выдерните а там можно и прицеп вытащить зацепить его но все хотели сейчас отцепить прицеп а это заломило там не дает сейчас пустой проскочу он там этот скидер почистит с левой стороны а поеду хрена узнает уже разгружать надо что без прицепа чтобы он его вытянул подъедем туда ближе попасть более 7 5 5 5 6 6 Вот такая дичь, а вытасят всё, а тут дождь побольше подмочил, что-то как-то он расходится, блин, выходь бы отсюда. Хорошка такая, давно не ездил по дождю в том году. Здесь водопромки, сейчас заправимся, в столовую входим, будем грузить в слитку. Время сейчас как раз обед, нормально, вот он, сам городок. Вот завоз наш, сюда будут езжать, там уже грузимся. Родополного, наверное, зальём. Там мало ли где встанем, там неизвестно, что на дороге. Я завтра ухожу опять в далёкий рейс. Нигде от жизни больше никаких чудес. Автобан возили, он и есть награда. И дома ждали бы, а больше и не надо. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова